приветствую вас дорогие подписчики и гости канала вас интересует куда я пропадала у меня для вас две замечательные новости первая новость это мы с вами получили вот такую вот награду от youtube серебряную кнопку она дается от 100 тысяч подписчиков сегодня на канале как вы знаете 170 тысяч подписчиков за что я вам очень сильно благодарна кнопку я получила только лишь недавно потому что оказывается там нужно было подать заявку на ее получение мы ее заполнили и вот пришла наша замечательная награда спасибо что поддерживали мой канал комментариями лайками продолжайте новые подписчики подписывайтесь также не забывайте нажимать на колокольчик под видео для того чтобы получать оповещение о новых видео которые выходят на моем канале и как я обещала еще вторая новость мы стали родителями так что я сейчас мамочка в декретном отпуске я постараюсь регулярнее выпускать сейчас новые видео так как в декрете я пока была беременная не вязала вот сейчас мы будем скажем так продолжать поддерживать наш канал видео и сегодня мы начнем с вязание осенней красивой шляпки которая вяжется на одном дыхании буквально за один вечер очень быстро крючком вот кому интересно оставайтесь дальше будем вязать с вами я постаралась максимально улучшить качество видео насколько это возможно так как мое рабочее место плохо освещаемо вот а я понимаю что аудитория хочет не только слышать но и видеть поэтому я максимально постаралась улучшить заодно откомментируйте насколько вам скажем так нравится это нововведение вот и могу поделиться с вами вот такой небольшой новостью личной сегодня мне день рождения поэтому можете конечно же точно также поставить лайк или откомментировать мне будет очень приятно я работаю и стараюсь для вас спасибо что остаетесь на моем канале всем хорошего настроения ровных петелек и продолжаем вязать шляпку для вязания я воспользуюсь пряжей фирмы valencia серия называется корида здесь 100 граммах 114 метров состав входит 55 процентов экстра шерсти 35 процентов акрила и 10 процентов полиэстера рекомендованный номер спит здесь 6 7 соответственно крючка тоже плюс 67 но так как мне нужно плотное вязание то я буду вязать столбиками без накида крючком номер пять также нам понадобятся ножнички маркер и в поля я буду ввязывать вот такую самую обычную рыбальскую леску один миллиметр и и я не скажу по длине сколько вам понадобится так как на скажем по ширине поля могут отличаться соответственно из-за плотности вязания тоже мог может отличаться но приблизительно вот сколько будет рядов полей столько вам понадобится и скажем так раз по 50 сантиметров то есть вот приблизительно запаситесь метров чтобы у вас 7-10 было по ходу вязания вы уже поймете сколько вам нужно будет вот понадобится вот такая самая обычная леска как вы видите она немножечко у меня с оттенком зеленого но в принципе на коричневом при вязании это будет незаметно можете взять прозрачную для более скажем более такого вот лучшего эффекта если вдруг у вас будет просвечиваться вязание если мы распределим нашу шапочку на такие части как донышко тулья то есть высота и полям то нам нужно определиться сколько же у нас будет диаметром донышко сколько же высота тульи и сколько поля предварительно перед тем как вязать я буду вязать на окружность головы 54 55 сантиметров вот где-то может быть 55 для того чтобы быть более скажем попасть в размер так как это подарок будет у меня вот так что мы сейчас обхват головы окружность головы делим на 3 , 14 то есть число пи и получаем результат 17 целых там 515 и так далее то есть я наибольшее число окружности головы делю на 3 14 число и вы делите окружность головы свою допустим если 56 соответственно 56 если 53 допустим на ребенка то 53 делите на 3 14 и получаете число округляю на 17 с половиной если же я вязала бы точно на 53 54 соответственно я бы брала 54 меня получилось бы 17 там 19 в общем практически 20 то есть 17,2 сантиметра то есть диаметр донышка у нас будет 17 с половиной сантиметров далее глубина шляпки вы можете взять свою то есть на свое усмотрение какое вам бы хотелось насколько глубже но я всегда рекомендую брать 9 10 сантиметров не более так как у меня поля будут не слишком широкие то есть я планирую где-то сантиметров 5 вы можете более то есть если вы любите широкие поля вы просто потом по ходу вязания я вам расскажу как их увеличить можете их увеличить так как поля у меня будут сантиметров 5 соответственно я сделаю шляпку поглубже и глубина у меня уйдет плавно в поля я сделаю высоту тульи 10 сантиметров вы же можете опять же таки так сантиметров вы можете взять 9 сантиметров если хотите чтобы у вас было по ушки то есть не слишком глубокая и соответственно здесь вот у меня получается поля сантиметров 5 ну то есть по ходу вязания я буду смотреть может быть там у меня получится четыре с половиной а может пять с половиной ну то есть я буду смотреть скажем так вы можете примерять по ходу вязания и будете уже точно знать наверняка какая из данных скажем так моделей шляпок вам подходит уже по ходу вязания и примерки вот исходя из вот таких самых простых расчетов мы будем вязать вы будете ориентироваться на плотность вязания и на инструменты которые вы взяли то есть на пряжу и на крючок если допустим вы взяли меньше больше размеры вот но соответственно берете окружность головы делите на число пи получаете число и до этого числа расширяете донышко затем вяжите высоту тульи и ширину полей все очень просто приступаем и так закрепляем ниточку делаем начальную петельку и набираем цепочку из 4 воздушных петель 1 2 3 4 далее находим первую петельку и соединительный столбик в нее пропускаем рабочий нить сквозь две петельки на крючке далее нам нужно вот в эту образовавшуюся петельку из 4 воздушных петель в центр набрать 6 столбиков без накида и так первый столбик вводим крючок в центр второй столбик 3 4 5 и 6 сделали 6 столбиков без накида по кругу далее во втором ряду нам нужно прибавки сделать в каждую из 6 петелек то есть провязать по 2 столбика без накида находим первый столбик вот она на нас и провязываем сюда 2 столбика без накида один раз следующую петлю провязываем 2 столбика без накида второй раз следующую третью петлю 2 столбика без накида четвертую петлю 2 столбика без накида в пятую петлю 2 столбика без накида и в шестую петлю 2 столбика без накида провязали второй ряд и по кругу у нас провязано 12 столбиков без накида в третьем ряду мы будем чередовать провязывая то столбик то прибавление то есть каждую четную петлю мы будем делать прибавление провязывать 2 столбика без накида и так в первую петлю провязываем 1 столбик во вторую 2 столбика 1 2 то есть сделали прибавление далее в третью петлю 1 столбик четвертую петлю 2 столбика пятую петлю столбик 6 петлю 2 столбика 7 столбик 8 2 столбика в девятую столбик десятую петлю 2 столбика в одиннадцатую петлю столбик и в двенадцатую последнюю петлю ряда 2 столбика в конце третьего ряда у нас провязано прибавление соответственно 18 столбиков без накида по кругу в четвертом ряду мы будем также чередовать прибавление и провязывать 2 столбика без накида ряд 4 начинаю с прибавления для того чтобы делать постепенное смещение прибавления и так провязали в первую петлю 2 столбика теперь я рекомендую отметить на 2 петли отсчитав назад маркером для того чтобы вы видели начало ряда так как с каждым рядом у нас будет увеличиваться количество петель на 6 запомните это самое главное и будет чередоваться прибавления скажем так не совсем равномерном порядке по отношению к предыдущему ряду поэтому маркером будет проще скажем от него отталкиваться и отчитывать количество петель если вы вдруг запутались и не помните где вы остановились и так сделали прибавление первую петлю 4 ряда далее провязываем 2 раза по одному столбику в каждую последующую петлю 1 раз во вторую петлю и 2 раз в третью петлю далее повторяем прибавление два столбика в одну петлю и два раза по столбику в следующую петлю столбик 1 и в следующую петлю столбик 2 так чередуем до конца ряда прибавление столбик столбик прибавление столбик столбик ряд у нас закончился прибавлением столбик столбик и снимаю маркер в конце четвертого ряда у нас провязано 24 столбика без накида с прибавлениями пятом ряду мы будем чередовать уже три столбика и делать в каждую четвертую петлю прибавления но снова мы делаем смещение поэтому первые две петли мы провязываем по одному столбику столбик 1 следующую петлю столбик 2 я отсчитываю 2 петли назад ставлю маркер отмечаю начало пятого ряда и далее делаю прибавление в третью петлю провязываю 2 столбика без накида а теперь я провязываю уже три столбика без накида чередуя с прибавлениями то есть я сделала смещение и конец ряда у нас закончится вот этим третьим столбиком который мы не довязали и так столбик 1 в четвертую петлю столбик 2 1 в пятую петлю столбик третий в шестую петлю и делаем прибавление и так до конца ряда нам нужно провязать чередуя три столбика в каждую петлю по одному столбику и в каждую четвертую петлю ряда провязать два столбика повторюсь ряд у нас закончится одним столбиком который мы не провязали в начале если у вас закончится ряд после прибавления одним столбиком то вы провязали пятый ряд правильно и в конце пятого ряда у нас должно получиться по кругу провязанных 30 столбиков без накида вместе с прибавлениями в шестом ряду мы будем чередовать прибавления через каждые четыре провязанных столбика то есть заметьте мы в каждом ряду увеличиваем по одному столбику между прибавлениями и при этом делаем смещение для того чтобы не получалось клинья и таких вот уголочков если вы обращали внимание при вязании кругов именно крючком то получается такие вот как шестиугольнички вот чтобы не было этих уголков мы будем делать в каждом ряду смещение и так в следующем шестом ряду мы начинаем с одного столбика и сразу же во вторую петлю делаем прибавление я снимаю маркет для того чтобы мне было удобно провязывать следующий ряд итак начинаем в первую петлю провязывать столбик во вторую петлю делаем прибавление 2 столбика я отсчитываю 3 петли назад 3 столбика и ставлю отмечаю начало 6 ряда далее до конца этого ряда мы будем чередовать 4 столбика и в каждую пятую петлю делать прибавление и тем самым у нас в шестом ряду добавится снова 6 столбиков вместе с прибавлениями поэтому в конце 6 ряда тридцать шесть столбиков провязанных без накида и так петлю столбик 1 следующую петлю столбик 2 следующую петлю столбик 3 и следующую петлю столбик 4, а в пятую петлю делаем прибавления, провязываем 2 столбика без накида, вот так до конца этого ряда. ряд начинался с одного столбика, закончился тремя, также между прибавлениями неизменно осталось 4 столбика без накида, в седьмом ряду мы будем чередовать 5 столбиков и делать прибавления, то есть сначала мы так и провязываем 5 столбиков и в каждую шестую петлю ряда будем делать прибавление тем самым добавим снова 6 столбиков без накида и так я провязываю первые два столбика отсчитываю назад две петли и ставлю маркер отмечаю начало седьмого ряда и далее довязываю еще три раза по столбику и так три столбика 4 5 и далее делаю в каждую шестую петлю прибавления два столбика без накида 1 и 2 и так до конца ряда чередуем 5 столбиков прибавления 5 столбиков прибавления тем самым в конце седьмого ряда у нас будет 42 провязанных столбика без накида восьмом ряду мы будем чередовать уже 6 столбиков без накида и делать прибавления но этот ряд со смещениями так как предыдущий ряд мы делали просто 5 столбиков поэтому начинаем из 3 столбиков в начале ряда и ими же закончим и в конце первую вторую и третью петлю провязываем по столбику я возвращаюсь обратно на 3 петли ставлю маркер отмечаю начало ряда и далее делаю в четвертую петлю ряда прибавления то есть 2 столбика без накида 1 и сюда же 2 а далее до конца ряда чередую 6 столбиков по столбику 6 раз и в каждую седьмую петля ряда петлю ряда делаю прибавление в конце 8 ряда у нас должно получиться провязанных 48 столбиков без накида вместе с прибавлениями девятом ряду мы будем чередовать 7 столбиков без накида и делать прибавления при этом в начале ряда мы сделаем смещение всего лишь на один столбик поэтому провяжем 6 раз по одному столбику в седьмую петлю сделаем прибавление и так в первую петлю я делаю столбик во вторую петлю третью отсчитывая три петли назад ставлю маркер и довязывая еще три столбика в каждую последующую петлю по одному столбику провязали 6 столбиков далее в седьмую петлю ряда делаем прибавление 2 столбика без накида 1 столбик и сюда же 2 далее до конца ряда мы чередуем провязанных 7 столбиков без накида прибавления и в конце девятого ряда у нас вместе с прибавлениями провяжется 54 столбика без накида в десятом ряду мы чередуем прибавление через каждые 8 провязанных столбиков без накида я убираю маркер и начинаю с прибавления в начале ряда 2 столбика без накида в одну петлю далее отсчитываю 2 петли назад и ставлю маркер в начало ряда далее до конца ряда 10 чередуем 8 столбиков и делаем прибавление 8 столбиков прибавления и получится у нас провязанных вместе с прибавлениями 60 столбиков без накида в одиннадцатом ряду мы будем чередовать провязывать через каждых 9 столбиков делать прибавления при этом продолжаем делать смещение в начале ряда я провяжу 4 столбика и пятую петлю сделаю прибавления и так 1 провязывая столбик 2 отмечаю начало 11 ряда ставлю маркер на 2 петли назад и далее довязывая еще два столбика без накида последующие 2 петельки и так это у меня получается третий столбик и 4 пятую петлю 2 столбика без накида далее мы до конца ряда будем чередовать провязывая 9 столбиков без накида и в каждую десятую петлю делать прибавление провязывать по 2 столбика тем самым в одиннадцатом ряду мы увеличим количество провязанных столбиков по кругу до 66 двенадцатом ряду чередуем уже 10 столбиков и делаем прибавления но в начале ряда я снова сделаю смещение поэтому провяжу 7 столбиков восьмую петлю сделаю первое прибавление и так провязываю первых два столбика ставлю маркер начало ряда далее довязывая еще пять столбиков без накида то есть всего у меня получается 7 3 4 5 6 и 7 восьмую петлю делаю первое прибавление в этом ряду далее отсчитываю 10 столбиков и делаю в каждую одиннадцатую петлю прибавления ряд у нас закончится соответственно тремя столбиками и вот они у нас получаются между прибавлениями 10 столбиков в конце 12 ряда по кругу будет провязана провязанных 72 столбика без накида 13 ряду мы будем чередовать через каждых 11 столбиков без накида делая прибавления и так начале ряда я так и провязываю 11 столбиков без накида и в 12 петлю сделаю первое прибавление провязав два столбика я как всегда отмечаю начало уже 13 ряда и далее довязав 11 столбиков каждую 12 петли ряда буду делать прибавление тем самым в конце ряда у нас получится провязанных 78 столбиков без накида 14 ряду мы будем чередовать прибавление через 12 провязанных столбиков без накида начале ряда я как всегда сделаю смещение поэтому провязав 2 столбика без накида я ставлю маркер отмечаю начало ряда и третью петлю ряда сразу же делаю прибавление провязываю 2 столбика без накида в одну петлю и далее до конца этого ряда буду чередовать 12 провязанных столбиков и в каждую 13 петлю делать прибавление в конце 14 ряда должно получиться у нас 84 столбика без накида 15 ряду будем чередовать прибавление увеличим на 1 столбик соответственно 13 столбиков и прибавления начале ряда я как всегда провязываю пару столбиков без накида отмечаю начало ряда и в начале ряда я как всегда сделаю смещение для того чтобы прибавление не были друг надружкой из-за этого да вижу еще пять столбиков соответственно от начала ряда это 7 столбиков без накида восьмую петлю делаю прибавление и так 3 далее 4 5 6 7 восьмую петлю прибавление 2 столбика без накида и до конца ряда я продолжу чередовать 13 столбиков и в каждую 14 петлю делать прибавление 13 столбиков прибавления в конце 15 ряда по кругу у нас должно быть провязано 90 столбиков без накида и так вот я связала донышко сделала расширение до нужных мне размеров а диаметр как вы помните на нужный мне объем головы составлял 17 половиной сантиметров вот сейчас от косички до косички вот таким вот образом 17 половиной сантиметров все я останавливаясь на этом по кругу у меня сейчас сделано прибавление 6 раз по 15 то есть я остановилась на 13 столбиках в каждую 14 петлю сделала прибавление соответственно это получается 6 раз по 15 по кругу у меня 90 петель и благодаря равномерному распределению прибавлений как вы видите круг очень аккуратный получается и не имеет клиньев дальше я убираю маркер и буду продолжать вязать высоту тули или глубину шляпки до нужных мне размеров то есть я сейчас начинаю провязывать столбики без накида по кругу без прибавлений каких-либо и изменений отметив маркером начало ряда вот таким вот образом продолжаю дальше после последнего убавления вот я провязала тулью и у меня 10 сантиметров высота вот после последнего прибавления 10 сантиметров я провязала немножечко не довязав до конца ряда как вы видите вот буквально несколько столбиков у меня я сейчас буду уже вводить леску для того чтобы держались мои поля леску я буду вводить самую обычную я уже ее за нее говорила вот и так мы прикладываем ее осторожненько вот так вот к вязанию оставляю небольшой хвостик для того чтобы было удобно держать и связываю она у меня остается между столбиками без накида вот здесь смотрите то есть как бы в центре сейчас я провяжу несколько столбиков и покажу вам как это выглядит с изнаночной стороны вот чтобы вы имели представление обычно так ввязывают вязальщицы остатки ниточек либо когда меняют цвет вот смотрите во внутренней стороне остается у нас леска можете ее подтянуть еще немножечко потом продеть сквозь связание я думаю что цвет скажем лески нежные зелененький ляжет хорошо и не будет ее видно в принципе видно только вот лишь на камеру она отсвечивает а так по факту ничего я не вижу и начиная с вот этого момента я продолжаю поля вязать полностью на протяжении всего вязания полей я буду ввязывать леску я за это не буду говорить но вот начиная отсюда я ее ввязываю можете даже вот так подтянуть чтобы уже ее не отрезать и никуда ее скажем так не девать а просто продолжать вязать с ней вот так можно то есть ничего не нужно отрезать а просто я довязываю до конца ряда и начинаю вывязывать поля в первом ряду полей мы прибавим 12 петелек у меня 90 петель по кругу соответственно будем делать прибавление в каждую седьмую петлю и в каждую восьмую то есть чередовать будем то в седьмую то восьмую то восьмую то восьмую я провязала первый столбик для того чтобы поставить маркер и он у меня отсчитывается от начала ряда то есть первый столбик я уже провязала далее считаем второй столбик без накида 3 4 с лесочкой не очень удобно вязать но вы привыкните 5 так 1 2 3 4 5 6 я провязала 6 столбиков без накида и в 7 делаю прибавление то есть вяжу 2 столбика в одну петлю 1 и сюда же второй столбик далее я отсчитываю 7 столбиков и 8 буду делать прибавление петельку 12 далее 3 4 5 6 и 7 далее 8 петелечку делаю прибавление 2 столбика в одну петлю один столбик и сюда же 2 так и далее до конца ряда я чередую 6 петель в 7 прибавления 7 петель восьмую прибавление вот так до конца далее я снимаю маркер и буду провязывать второй ряд второй ряд нам нужно будет прибавление делать уже менее реже но также продолжаем их делать со смещением для того чтобы скажем красиво и ровненько ложились у нас полям и так отсчитываем сейчас 8 столбиков без накида и сделаем прибавление и так первый столбик я делаю и отмечаю начало ряда вот можно парочку столбиков 12 и отмечаю далее довязываю еще 6 столбиков без накида до всего у меня получается 4 5 6 7 и 8 далее в девятую петлю я делаю прибавление провязываю 2 столбика без накида и до конца ряда мы будем провязывать в каждую 17 петлю то есть 16 столбиков без накида и в 17 петлю прибавления 16 столбиков провязали в 17 петлю прибавления чередуем до конца ряда дойдя до конца ряда у вас должно остаться 8 петелек то есть в начале ряда 8 и в конце ряда 8 столбиков это и есть промежуток 16 петель между прибавлениями далее в третьем ряду мы будем чередовать через 17 столбиков прибавления то есть отсчитываем от начала ряда 17 столбиков без накида 1 2 столбик снова отмечаем не забываем начало ряда чтобы ориентироваться и так далее то есть еще довязываем 13 столбиков я уже провязала 4 и далее 18 петлю провяжем прибавление вот так чередуем 17 столбиков прибавления до конца ряда в конце ряда у нас 2 столбика без накида осталось поэтому мы их провязываем двумя столбиками и в этом ряду далее в четвертом ряду мы будем делать следующее прибавление через каждых 18 столбиков провязанных без накида но в начале ряда мы провяжем 11 столбиков и сделаем первое прибавление для того чтобы опять-таки сделать смещение и так я вижу первый второй столбик далее отмечаю начало ряда маркером и довязывая еще 9 столбиков то есть в начале ряда 11 столбиков третий столбик 4 5 6 7 8 9 10 и 11 далее в 12 столбик предыдущего ряда мы провязываем прибавление 1 столбик и сюда же 2 провязали 11 столбиков прибавления а теперь провязываем получается 18 столбиков и делаем каждую 19 петлю до конца ряда вот у нас 7 столбиков без накида так и провязываем 7 столбиков далее у нас идет пятый ряд и мы будем чередовать 19 столбиков и через каждые 19 столбиков делать прибавление в каждую двадцатую петлю провязывать по 2 столбика я начинаю как всегда с первых двух петелек ставлю маркер начала ряда далее довязываю 17 столбиков без накида и делаю прибавление вот так чередуем до конца ряда 19 столбиков прибавления довязали пятый ряд и теперь в шестом ряду мы снова делаем ряд со смещениями поэтому провязываем 9 столбиков далее делаем прибавление 1 2 столбик без накида я ставлю как всегда маркер начало ряда довязывая еще 7 столбиков и сделаю первое прибавление так это третий у нас столбик сейчас на камеру мне не очень удобно вязать с леской но если вы будете леску максимально ближе держать к ряду в который вводите крючок вам будет очень легко но не очень но тем не менее легче и так 2 4 6 7 я провязала 8 и 9 столбик далее в десятую петлю ряда я сделаю первое прибавление и дальше смотрите я буду делать прибавления через 20 столбиков провязанных без накида то есть сейчас отчитывая от 1 прибавления 20 столбиков делаю прибавления 20 столбиков прибавления и так прочередую до конца этого ряда довязываем до конца ряда столбики без накида их у нас 11 и далее я снова отметила начало следующего ряда у меня это по счету 7 ряд полей поэтому я отметила начало ряда маркером и что я сейчас делаю я буду чередовать 21 столбик провязывая с прибавлениями чередуя но снова ряд со смещением поэтому начале ряда я отметила маркером и провязала 14 столбиков без накида далее в 15 петлю я сделаю прибавление сейчас вот а затем начиная со следующей петли буду отсчитывать 21 столбик и делать двадцать вторую петлю прибавление снова 21 столбик 22 петлю прибавления до конца седьмого ряда в конце ряда у нас останутся столбики поэтому мы их про вяжем просто без изменения вот здесь вот в конце и все до конца ряда остается 7 петель соответственно провязываем столбики без накида и на седьмом ряду я закончила делать прибавление полей соответственно восьмом и девятом ряду мы сделаем два ряда обвязки для того чтобы красиво завершить край если вам вы померили мало ширина таких полей то можете дальше прибавлять скажем так добавлять прибавление и между ними по столбику в каждом ряду то есть мы закончили с вами 21 столбик без накида и делали прибавление через каждый 21 столбик соответственно делаете восьмом ряду 22 промежуток со смещением в следующем 23 и так далее восьмом ряду я сейчас провяжу отмечу начало ряда и провяжу просто столбиками без накида без изменения прибавления убавления и так далее вот я просто провяжу в каждую петельку по столбику так как у меня по кругу провязано 138 столбиков вместе с прибавлениями соответственно я провяжу 138 столбиков без накида 9 ряд это ряд обвязки поэтому можно обвязать рачьим шагом назад столбиками без накида либо же полустолбиками я уже сейчас леску бросаю мне она не нужна я просто ввожу крючок ближайшую петельку и провязываю полустолбики без накида для того чтобы наша шляпка имела более такой вот завершенный вид вот таким вот образом полустолбиками без накида либо соединительными столбиками как вам удобнее понимать я буду провязывать по всей окружности сейчас уже отмечать начало ряда не стоит поэтому она у нас вот таким вот образом красивенько начинается и завершится немножечко будет перепад здесь но так как это вязание столбиками без накида это скажем так неизбежно и так продолжаем обвязывать край по всему кругу полей довязали до конца ряда соединительные столбики все мне поля ширина нравится все хорошо обязательно делаем пример очку далее я леску отрезаю максимально плотненько к вязанию и отрезаю ниточку так чтобы мне удобно было запрятать хвостик теперь я первый вариант могу в деть ниточку в иголочку и аккуратненько спрятать могу просто вот так вот вытягиваем сквозь петельку рабочую нить вытаскиваем ее на изнаночную сторону имитируя тем самым как бы такую вот ложную петлю за соседнюю петельку вот так вот захватываем и возвращаем ее вот так далее выводим на изнаночную сторону и прячем хвостик вот и где у нас здесь петелька толстым крючком это делать не очень удобно можете взять крючочек потоньше это будет гораздо быстрее вот все сделали ложную петлю теперь мы ее подтягиваем и вытаскиваем на изнаночную сторону прячем иголочкой то есть здесь вот петелечку мы хорошо подтягиваем вот она на нос замкнулась как бы ряд замкнулся но эту ниточку нужно нам хорошо хорошо продеть сквозь вязание то есть мне вот такие вот поля нравятся они имеют завершенный вид и тем не менее они не слишком широкие если вы хотите широкие соответственно продолжаете делать прибавления от чего я говорила что неизвестно сколько лески у вас метров уйдет потому что я вот делала как вы видите немного рядочков если вы будете больше делать соответственно больше рядов уйдет и больше лески вот и больше ниточек соответственно вот все на этом мы завершаем вязание нашей шляпки кому понравилось обязательно лайкайте не забудьте ее немножечко отпарить что касаемо по уходу рекомендации лучше всего ее не стирать не жмакать а либо это сухая чистка либо же так аккуратненько скажем можете под душиком то есть не не жмакайте шляпку потому что она деформируется как бы и края будут деформированные и потом по ходу носки она будет такая не очень аккуратно не очень такая вот небрежный вид иметь вот и конечно же гладить я никогда не рекомендую шерстяную пряжу потому что она опять же таки станет слишком такой вот мягкой в общем лучше всего просто отпарить утюжком либо же не дотрагиваясь паром вот лайкайте и спасибо что остаетесь на моем канале всем хорошего настроения ровных петелек пока пока